Уважаемые участники конференции, воркшопа, мы продолжаем наше мероприятие. Следующим докладчиком будет выступать Сергей Сысоев. Название доклада «Атака на доказательство оптимальности алгоритма Гровера. Гровер отражает нападение. Мы учимся». В общем, а я без мышки не смогу. Вы только не сломайте меня. Сломали все. Сломали все. В общем, если бы эта попытка получилась, я бы, наверное, был слишком высокого освернения. А так не получилось. Я многому научился. И несмотря на то, что это неудачная попытка, я думаю, что, может быть, она будет полезна и вам тоже. И речь пойдет, наверное, о самом известном и, на мой взгляд, самом элегантном фантом-алгоритме – это алгоритм Гровера. Поиск в неосортированной базе данных. Причем Гровер приводит пример такого телефонного справочника. То есть справочники все отсортированы по фамилиям абонентов. Вот, зная фамилию абонента, мы можем логарифмическим поиском найти телефон. Зная телефон, мы не можем найти абонентов, ну, потому что в том направлении справочник не отсортирован. И математически формализуется эта идея в виде некоторой функции, которую битное число превращает в один бит. У меня там опечаточка, правда, этого не должно быть. Эта функция принимает значение единиц только на одной точке в области определения, а везде, в остальных местах, а на ноль. И фокус в том, что вперед эту функцию прочитать легко, посчитать. А вот прообраз считается трудно, на практике это не обратилось. Таких функций мы ставим много, в которых мы с трудом умеем вычислять обратные значения. То есть если бы умели, то мы считали бы омега, вот эту нужную нам точку. Таким же образом определяется класс МП. То есть задачи, для которых имея решение, мы легко можем проверить. А вот поиск решения, ну, для нас не гарантированно, что он будет легче. Поэтому алгоритм кромера, он вообще говоря, предназначен для решения произвольных задач из класса МП. Квантовый оракул на основе классического определяется стандартным образом. Н кубит под аргумент, один кубит под результат функции. И результат примешивается при помощи XOR. Таким образом определенный оракул он унитарен и обладает разными полезными свойствами. Последний из них написан на слайде, что если мы в кубит значение функции кладем минус, ну, вот этот, который 0 минус 1 на корень из 2, то оракул не меняет квантовое состояние. Он только меняет его фазу, если оракул действует на вот эту особую точку, на омега. И меняет фазу на π. А в остальных случаях он действует как тождество. Поэтому если мы спроектируем оракул на пространство аргумента, то получается просто отражение относительно гиперпоскости ортогональной омега. Гровер вводит еще одно отражение. Он вводит вектор S, равнозначную сумму всех векторов пространства, и, соответственно, отражение относительно этого вектора. И такой вот оператор, O, S, который не видно из-за того, что это... Ну, отражение относительно вектора S. Такой оператор реализовать легко, это показывает, а это, в общем-то, достаточно очевидно. Относительно оракула, ну, во-первых, никто никогда не говорит, легко ли реализовать оракул. Но мы предполагаем, что функция F, она, поскольку легко считается вперед, то оракул от нее считается полиномиальным. Классическим вычислениям считается просто сравнением. Суммы сравнения мы можем считать и в квантовых алгоритмах полиномиальных. Значит, все для оракула тоже вроде как хорошо асимптотическое. И, имея эти два отражения, Гровер вводит итерацию Гровера, которая вот сначала применяется отражением у омега. То есть первый вектор, который выбирается, это вектор S. Равнозвешенная сумма всех векторов пространства, он сначала отражается, а потом относительно вот этого воображения. Каждый раз поднимаясь чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть над плоскостью, а тогда на нём, теперь он держит равный пункт по этому омегу. Легко посчитать этот угол, с которым нависает вектор S над гиперплоскостью, он примерно равен нижести на корень из-за. А каждый раз поднимается на 20-ти кубитов, она проектина типа пола, считаясь количеством итераций, оно оказывается, ну вот N большой, это размерность пространства, 2 в степени N, где N это количество кубитов. Ну и получается, что количество итераций Гровера, оно вот национально корню из N, то есть Гровер дает квадратичное ускорение по отношению к обычному классическому перебору. Ну, это всё, всё мы это знаем. Процедура очень красивая, очень элегантная, и Гровер, кроме того, что предложил эту процедуру, он ещё доказал её оптимально, что этого мало. То есть нельзя сделать лучше, чем он. Доказательство строится вокруг вот этого двойного нейральства, здесь слева количество операций алгоритма претендента, который хочет победить Гровера. Справа размерность пространства N большое, Пси-Омега, это разные вектора, к которым сойдётся вот этот алгоритм претендента при разных значениях Омега, то есть это почти артонормированный базис пространства. И единственное, что Гровер делает, он предъявляет вектор, для которого это двойное нейральство оказывается верным. А раз двойное нейральство оказывается верным, то мы можем связать количество операций и размерность пространства. Ну и здесь получается такая несложная математика. N делить пополам меньше либо равно квадрату t. То есть t больше либо равно корни из z на корень из двух. И это примерно соответствует результату Гровера, то есть очень близко к нему. Значит, в этом доказательстве, коллеги, есть лазейка. Гровер всё рассуждение вокруг этого двойного нейральства строит в том пространстве, которое он был подпися в свой опыт. То есть для пространства размерность N большое. Он не рассматривает, что произойдёт с этим рассуждением, если мы добавим кубитов. А, ну как мы все любим добавлять кубитов, то есть вот это рассуждение может рассыпаться. Я причём не проверял это. Я пошёл дальше, я сразу предлагаю добавить кубитов. И не просто добавить кубитов, а добавить их с уважением, естественно, к Лоу Гроверу. Концепция архитектуры фон Неймана. Причём понятно, что не фон Нейман предложил это. То есть подпись фон Неймана стояла на знаменитом учёте. Там, вообще говоря, было много фамилий. Вот Алана Тьюринга я нашёл в красивой фотографии. Остальных не нашёл. Но суть не в этом. Суть в том, что архитектура фон Неймана, применимая для классических вычислений, она говорит о том, что программа должна лежать в той же памяти, что данные. И это было совсем не так во времена, когда Гровер свой алгоритм делал. Большинство квантовых алгоритмов, которые даже сейчас рассматриваются, у нас состояние находится внутри системы квантовой, то есть в квантовой памяти. А алгоритм находится где-то извне. То есть алгоритмы контролируются, вот эти блок-схемы, все, которые мы рисуем, они контролируются каким-то классическим вычислением. Сейчас это не вполне так. То есть есть вот эти гибридные вариационные алгоритмы, где часть алгоритма строится в квантомом мире. И это отчасти как раз отражение вот этого подхода, этой архитектуры. Мы пойдем тем же путем, но немножко другим. Смотрите, Гровер работает с той скоростью, с которой он работает, ну то есть сравнительно медленно, потому что когда вот он отразился сюда вниз, ему не отчего отразиться ближе к ней. Мы не знаем. Мы не знаем значение омега, поэтому мы не знаем, какой вектор лежит ближе к ней и через кого нам отразится в омега. Мы только знаем, что вектор, от которого равнозвешенная сумма всех векторов, ну по крайней мере он над каким-то конкретным углом, над этой киброплоскостью висит. Мы знаем этот угол, поэтому мы знаем количество итераций. На этой картинке у нас две системы. Слева это начальная ситуация для алгоритма Гровера, когда мы построили вектор S. Справа алгоритм Гровера уже выполнил половину итераций. Я там на предыдущем слайде должен был, наверное, рассказать вам, что там корень из n, n маленькая здесь 8, n большой 256, корень из n 16, делим на 4, умножаем на 3, получается 12 итераций. То есть это у нас для 256-мерного пространства у нас надо 12 итераций. Вот здесь мы выполнили 6, то есть половину итераций. И мы уже видим на этой картинке, что вот вектор, относительно которого отразится, вот здесь вот есть, но здесь некому отразиться. А здесь есть кому отразиться, но не от кого. Идея заключается в том, что если бы мы каким-то магическим образом мы могли бы отразить вектор в этой системе, относительно вектора в этой системе, то мы сэкономили бы половину итераций Гровера. То есть пришли бы в одну итерацию в нужное нам решение. И на самом деле способ этот не магический. То есть единорога мы убираем, потому что я могу формально определить так оператор. Я могу сказать, что вот эти две системы – это одна. То есть мы можем взять тензорное произведение этих систем, у нас получится одна система. И на эту систему действует оператор таким образом, что он берет некоторый вектор из этой проекции и отражает относительно него вектор из этой проекции. И это формальное определение оператора. Я могу так формально определить оператор, никто мне не может этого запретить сделать. И что, мы сэкономили половину итераций. Ради этого я даже выходить сюда не стал. То есть вектор S6 мы также можем получить из вектора S3. То есть сделать только четверть итераций, получить вектор S6 и потом уже для него получать результат. Ну и понятно, что продолжая это рассуждение, мы получаем экспоненциальное ускорение алгоритма Гровера. И, соответственно, экспоненциальное ускорение всех задач из класса НП. Что приводит нас, коллеги, к трем вопросам. Вопрос зачем, я думаю, я достаточно. То есть весь мой доклад был вопрос зачем. Вопрос как. Ну я в него уткнулся и достаточно безнадежно. Я много раз тестировал эту идею на, ну естественно, на студентах, на разных научных группах. Все утыкались в вопрос как. И пару лет назад я вот, ну практически, время кончилось, да? Секундочку. Пару лет назад я выступал на физфаке в группе Татьяны Юрьевны Голубевой. Это очень сильная научная группа. Я, правда, планировал это сказать, я не знал, что здесь. Два ее участника будут сегодня выступать, вы сможете убедиться. Там все обладают разными суперспособностями. Один человек обладает ими всеми. Вот Иван Вадимович Соколов, он сразу, сразу задал мне вопрос. Вот этот оператор, который я формально, я не знаю, что сделал, мне хочется обратно, чтобы презентация была. Сможете? Спасибо. Унитарно ли это преобразование? То есть, вот определенное таким образом, потенциально произведение систем, что мы берем проекцию на одну половину, вращаем проекцию другую половину. Будет ли такое преобразование унитарно? Я, если честно, ошалел. То есть, я должен был сам себя об этом спросить. Можно там какой-нибудь... Один из последних слайдов. Там, где картинки. Ну вот, 13-й. Ага, спасибо. Вот, если мы возьмем две системы произвольные, здесь какой-то век, здесь какой-то век. Мы рассматриваем каждую из таких систем, как одну. И, соответственно, между этими системами мы можем посчитать угол. После этого для каждой системы мы сделали вот это. То есть, повернули одну ее часть вокруг другой ее части. Сохранится ли этот угол? Ну, собственно, вот как был задан вопрос. И на первый взгляд, ну, это выглядит не так. То есть, выглядит, что это преобразование на самом деле не унитарно. Но я сам себя об этом не спросил. Никто меня об этом не спросил, пока я не выступал с докладом на физфаке. А это несколько лет, я, видимо, голову морочу. Через несколько недель я уже выступал на том же семинаре с доказательством того, что это преобразование не унитарно. И я потратил чуть больше пары, раза четыре сам запутался. Физики мне не поверили. То есть, сказали, что я говорю ерунду. Но я для себя успокоился. Я-то поверил, что преобразование не унитарно. И вот когда я готовился к этому докладу, я решил, что на последнем слайде надо бы показать, ну, какую-то основную идею доказать. То есть, на самом деле, даже вопрос не сохранения углов. Мне показалось, что это преобразование нелинейное. И я увидел у себя ошибку. То есть, я доказывал, что оно нелинейное. Доказывал полтора часа и доказывал с ошибкой. Более того, я, по-моему, убедился, что оно линейное. А раз линейное, значит, что унитарно. Унитарность вообще следует из того, что если мы возьмем вычислительный базис, то оно сохраняет ортогональность вычислительного базиса. Что, коллеги, возвращает нас к вопросам. Можно к списку вопросов? К вопросу номер два. То есть, вопрос «А так можно?» Всегда надо себе задавать. Ну, это мне главное. То есть, я должен себе это запомнить. Но мы вернулись к вопросу «Как?». И здесь я готов выслушать ваши вопросы, предложения, сотрудничества. Ответы, что мы знаем, как это сделать. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Немного вопросов. Ну, ладно, может быть. Ну, значит, вопросы были здесь, но они касались того, что, насколько я понимаю, не видна. Можно сейчас эти вопросы как-то… Нет, вот эти вот, 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 вот тут были вопросы. Можно их увидеть. Наверное, они касались технической стороны вопроса. У нас слайды стали меняться, но звук очень слабый. Да, значит, вопросы касались технической стороны. Микрофон нужно держать было поприше. Ну, а так, может быть, научные вопросы. Я буду стараться. Смотрите, как вы думаете, сколько надо таких… То есть я сказал, что у нас экспоненциальное ускорение, то есть у нас логарифм от итерации Гровера. Сколько нам нужно таких систем, как вы думаете? То есть итерации Гровера происходят в одной такой системе, а сколько нам? Так, у меня был в одной из презентаций, когда вот в 2014 году я это докладывал, у меня был вопрос, повторите все снова. Ну, я вижу, что Ольга Викторовна посмотрела на часы. У нас нет времени повторить все снова. Получается… Спасибо, очень хороший вопрос. Не-не-не-не, вот получается в худшем случае столько же. То есть у нас получается, что там тег Гровера – это корень из n, ну, скажем так, пополам, да? Просто корень из n, пополам, кому интересно. Значит, логарифм корня из n – это получается уже n малое пополам. То есть если у нас, допустим, 100 кубит, вот каждая такая система 100 кубитная, то нам может потребоваться 50 таких систем, то есть нам потребуется запутать потенциально 5000 кубитов. Ну, то есть выглядит, как на практике, ну, как многие квантовые алгоритмы, выглядит на практике, может быть, не очень интересно. Это если мы не умеем on-compute вот эту систему делать. Может быть, мы такой хитрый оператор предложим, что у нас на этой системе получится on-compute сделать, и тогда мы можем ее использовать. Но с точки зрения теоретической информатики, нам таких систем, получается, ну, мы просто полиномиально увеличиваем память. Полиномиальное увеличение памяти при экспоненциальном ускорении довольно обычное явление, ничего страшного. Я ответил на вопрос. Хорошо, спасибо за внимание. Спасибо.